Исаак Левитан, ученик Саврасова, он стал одним из классиков русской живописи. Его полотна Константин Паустовский сравнивал с произведениями Антона Павловича Чехова. Они также подробны и точны, требуют долгого общения с ними. Этот этюд – подготовительная работа к последнему масштабному произведению художника – картине «Озеро». Дрожащие мазки, убегающие вдаль облака, река извивается и прячется от глаза в перспективе лугов. Летний пейзаж, так привычный нашему взгляду, скромный и не броский на первый взгляд. И такой прекрасный в своем умиротворении. А вот у Ивана Шишкина другая атмосфера на полотнах. Иван Иванович Шишкин – верстовой столб в развитии русского пейзажа, человек-школа, так сказал об этом живописце, другой замечательный русский художник Крамской. А критик Стасов писал, в картинах Шишкина изображена природа, достойная богатырского народа. Вы видите опушку леса. Небольшая по формату картина, представленная в экспозиции нашего музея, но художник удивительно точно сумел передать эпический образ богатырской русской природы. Скорее всего, это участок дюн на берегу Финского залива, где жил мастер и выезжал писать. Потрясающе. Сосны, песок. Немножко напоминает нашу Солочью и хочется оказаться в атмосфере этой картины. А вот картина Владимира Маковского навевает сказочное настроение. Детство, лес, деревня, юные пастушки. Лето такое разное. И если вспомнить слова песни, лето – это маленькая жизнь, это настоящий праздник. Зеленая трава, деревья, слегка подернуты уже осенним багрянцем, но лето еще никуда не уходит. Оно напоминает о себе. За окном жара, а здесь какая-то особенная атмосфера, созданная художником. И наступит зима, и осенние дожди, а в нашем музее всегда лето и картина Владимира Маковского «Пастушки». Что, как не море, ассоциируется с летом? Певец моря Иван Айвазовский родился в Феодосии и всю жизнь писал море. Более шести тысяч произведений и несколько шедевров в залах нашего музея. Один из них – «Штиль на море». Какие мягкие, теплые, гармонизированные цветовые отношения использует мастер для передачи настроения картины. Так и хочется оказаться на берегу этого ласкового, манящего моря. Но посмотрите, облако поднимается на линии горизонта и кажется пока еще легким, прозрачным и воздушным. Но, может быть, оно уже несет с собой ветер и вскоре безмятежная гладь моря сменит свое настроение на прямо противоположное. Авторы 20 века также вдохновлялись летними мотивами. Иван Архипов, рожденный на Рязанской земле, творивший в начале прошлого столетия, его кисти принадлежит полотно после дождя. Яркий, самобытный талант художника, размашистые, разнонаправленные мазки, цветовые соотношения. Художнику очень точно удается передать то состояние, когда природа еще не успела прийти в себя после ошеломляющего летнего ливня. А вот натюрморт «Мортира» Сосарияна наполнен солнцем и теплом, запахами летнего луга. Сам мастер как-то сказал, природа создает человека для того, чтобы, взглянув на себя его глазами, восхититься собой. Продолжение следует...